Чем я вам могу помочь? Вы не болеете, признаки УРВИ. Можете сказать свой адрес, где вы проживаете? Какие продукты вам необходимы? Рабочий день волонтера Алены Илюхиной начинается с обзвона пенсионеров. За полгода пандемии девушка составила список из сотни пожилых людей, нуждающихся в помощи. В основном им требуются продукты питания. Выходить за которыми пенсионерам нежелательно, чтобы не рисковать здоровьем. Продуктовый набор Алена покупает в магазине на деньги заказчика и привозит по адресу. Довольно часто приходится ездить. Встречают нас все, дружелюбно. Каждый человек, я считаю, любую помощь встретит с теплотой, с открытыми дверями. Эльвира Ивановна Якимова своего волонтера каждый раз ждет с нетерпением. Помощь ей необходима, рассказывает пенсионерка, так же, как и ее соседкам по подъезду. А с наступлением зимы, а значит, и гололеда особенно. Я, конечно, очень приветствую вот такую вот помощь. И, конечно, без этого много стариков, конечно, которые очень нуждаются в этом. Но, в частности, вот моя одноклассница, подруга, она живет на Молодогвардейской, около площади Куйбышева. Вот. Еле ходит. Я уже ей про волонтеров говорила. Волонтерское движение – это, конечно, большое дело. И молодцы наши ребята. Акция также проходит. У нас во всех 37 муниципальных образованиях имеются штабы. Мы активно принимаем заявки от пожилых и одиноких граждан 65+, находящихся на самоизоляции. Стараемся им оказать максимальную помощь. Волонтер согласовывает время и дату доставки, когда это будет наиболее удобно, и приносит уже непосредственно до двери. Обратиться в региональный волонтерский штаб акции «Мы вместе» можно по телефону, который вы видите на экране с 9 утра до 6 часов вечера в рабочие дни. Или на федеральную горячую линию круглосуточно. Также работают горячие линии во всех городах и районах Самарской области. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.